Итак, уважаемые, очередное видео для вас. Это весьма интересное видео. Хочу сказать, видео, которое усиливает отстройку вашей ващины, ваших сотов. То есть, дает возможность вам быстро отстроить много сотов. Ибо сотообеспечение пасеки дает преимущество от болезней, свежие соты. И дает возможность запастись медом. И это отстроить так, чтобы было не в ущерб приноса нектара. И весьма интересный метод использовал один из человеков, из пчеловодов, который записал это в журнале 1957 года. Номер седьмой журнал пчеловодный. В свое время он проводил такие опыты. Естественно, что я это тоже наблюдал, что в теплую погоду пчелы стараются брать воск со стороны. Если вы заметили, что пчелы всегда используют старый воск, то же самое. Когда вы откачаете мед и вы ставите соты на обсушку, если кто-то ставит соты на обсушку в гнездо, то пчелы, естественно, после откачки у нас соты такие погрызенные со всех сторон ножиком. И откачки бывают вываленные. Если пчелы их почистили, то вы смотрите, они их подремонтировали, сделали ровненькими, красивыми. Это означает то, что они с воском работают и со старым, и с новым. Даже после весны, когда матка начинает сеять, восковыделение у пчел еще не развито, потому что это старые пчелы, приноса нет. Они используют старый сот, отгрызают, где было много этого воска, его разминают и запечатывают расплод. Со старыми сотами расплод запечатаны. Где они брали воск, откуда они его запечатывали? Ясно, что они брали не новый воск, потому что новый воск всегда печатается свежими. Хоть она темная печатка, хоть она светлая печатка, это видно, что это новый воск. Поэтому, используя старого воска, они сохраняют нектар, таким образом, и свое здоровье. И поэтому я вам прочитаю, как использовать пчел, для того, чтобы они использовали другой воск, который у вас перетопленный, допустим, дома находится, перетопленный воск в кругах или как, который вы сдаете для получения овощины. Оставьте себе небольшое количество, возьмите ножик и, так сказать, острой стороной поскоблите. Как обычно, знаете, старые куски хозяйственного мыла скоблили хозяйство когда-то в свое время стружку. Ну или как вот морковку вы чистите. Она такая, знаете, так сказать, стружка получается как бы загнутая, такая, ребрышками там, то есть, немножко так склеена. Вот. То есть, вы это можете наскоблить и дать пчелам. Сейчас я прочитаю, как это сделал один из пчеловодов. Это весьма интересная статья, и вам, я думаю, понравится, и вы, возможно, в своих условиях, в своей местности сможете это использовать. Называется статья «Использование восковой стружки». Я испытал новый способ подстройки пчелами сотов, который, на мой взгляд, имеет ряд преимуществов перед обычным способом. Суть его заключается в следующем. Из нормальной семьи пчел я отбираю все рамки с расплодом и рамки с медом, кроме одной. Отобранные рамки помещаю в другие ульи. После этого гнездо семи строительницы ставлю одну рамку суши с небольшим количеством меда, чтобы матка не прекращала яйцекладку. Затем ульи помещаю 7-8 рамок с искусственной овощиной. Итак, друзья, обратили внимание, все забирается, гнездо, за исключением одной рамки сотой. И немного меда. И струсиваются все пчелы туда, чтобы они могли тянуть вощину, естественно. И матка могла работать. Почему одну рамку? Потому что хватит для начала развития, чтобы матка не тормозилась. При таком состоянии гнезда пчелы стараются как можно быстрее восстановить его. Но для этого требуется большое количество воска, которое они не могут выделить за короткое время даже при наличии хорошего взятка. Обратили внимание, даже если это молодая семья, даже это все, они все равно не могут так быстро выделить столько воска. Ну и чтобы выделить воск, надо нектар. Чтобы пчелы быстро, качественно, независимо от силы взятка, строили соты, я даю им готовый строительный материал. Восковую стружку. Стружку, как я вам вначале уже пояснил. Стружку насыпаю в железную кормушку шириной 15 см, длиной 35 см, высотой 2,5 см. И ставлю ее к задней стенке улья, подальше от литка. Мои опыты показали, что стружку, находящуюся вблизи литка, пчелы выбрасывают как мусор. А находящуюся вдали от литка, используют как для строительства сотов. Ну я бы еще посоветовал эту стружку поспреять сахарным сиропом, понимаете, или медовой сытой поспреять, развести мед. Чтобы она имела сладенько. И пчелы тогда с удовольствием и облизывают, и видят, что она годится для работы. И, как говорится, у них и питание пошло, и материал пошел строительный. Стружку я приготовлю из воска капанца толщиной 0,6 мм, шириной до 1 мм. Я думаю, капанца воска, который на солнечной воскотопке, он стекает и капает. Капает, это так он выразился, я думаю, что это так. Ну я вам рассказываю, любую стружку можно приготовить, как я уже говорил, ножиком, скоблите ее. И она получается вполне достаточно, чтобы переработать. Пчелы с жевалами откусывают нужное количество воска от этой стружки. И используют ее на строительство сотов. Улей, несмотря на теплую погоду, я хорошо утепляю с боков и сверху, леток сокращаю. При этих условиях средняя по силе семья за двое суток полностью отстраивает 7-8 рамок суши без единой трутневой ячейки. Обратили внимание? Ну, насколько верно, это остается вам проверить. Я думаю, что это работает. Из моей практики, из того, что я знаю, что я пробовал, что это работает. Ну, все зависит от того, какого качества семья, какая сила и насколько хватает у нее питания, чтобы отстроить эту. Потому что питание обязательно должно быть в этой семье. Независимо от того, что вы поставили туда стружку, вы обязаны подкормить эту семью. И тогда семья, используя и эту стружку, и выделение своего воска, трутневых ячейок, чешуяхчик, она усиленно это строит. Из семей, занятых строительством сотов, числовых, топчел, поля по сравнению с контрольными семьями не уменьшилось. Ну, естественно, оно не может уменьшиться, потому что им кушать-то надо. Опыты подстройки сотов из готовой восковой стружки я проводил трижды и всякий раз с положительными результатами. Семья вновь с отстроенными гнездами не имела трудней, заметно энергичнее работала и быстро развивалась. Опыты я проводил с семьями кавказских пчел. Матки в них были двухлетние. Особенно хорошие результаты этот способ отстройки сотов может дать при борьбе с нельцовыми заболеваниями. То есть, как я уже говорил, Зелинский тут написал город Майкоп, Краснодарского края, минеральные источники. Итак, друзья, как я уже говорил, что этот способ весьма интересный. Если вы заинтересовались, ставьте лайки, подписывайтесь и берите на вооружение. И я думаю, что ваши семьи будут радостные, неболезненные, здоровые и будут иметь успех. Хочу еще интересным опытом поделиться одного человека тут. Ну, конечно, он как интерес представляет, но как для развития бизнеса он не представляет. А так, знаете, для декорации вашего участка он может быть представлен. То есть, неплохо будет смотреться, если вы сделаете один улей или два и поставите его как каменные статуи. Опыт содержания пчел в каменных ульях. Пчеловодством я начал заниматься 17 лет. Мой приусадебный участок расположен в трех километрах от станции Подлибки Ярославской железной дороги. В кооперативном поселке Сосны в начале ноября я уезжаю на зиму в город и оставляю пчелиные семьи в помещении дачи. Ну, как всегда, он держал пчел в нормальных ульях. И вот он, что дальше пишет. Я убежден, что среди жителей городов, которые имеют дачи с превзадебными участками, занятыми фруктовыми садами, и которые в силу тех или других обстоятельств живут на даче только летом, найдется немало людей, которые хотели бы завести пчел, но не обзаводятся ими из-за неудобства зимнего содержания пчел. Смотрите, насколько это важно, что можно и держать одну-две семьи, не надо вам ни омшанника делать, ни пчелника, ни заносить никуда. Они будут зимовать на улице. Для увеличения количества семей пчел мне, как и многим сторонникам двухстенных ульев понадобились эти улья, но достать их я не мог. Тогда мне пришла мысль сделать ульи из кирпича, щебнее разного камня. Ведь живут же пчелы в расщелинах скал и неплохо. Первый такой улья я построил в 1944 году, и такие другие не строю, но подобное делает. С каждым годом я его совершенствую. По моим наблюдениям, семьи в каменных улях перезимовывают лучше, чем такие же семьи в деревянных улях, но в помещениях дачи. Как ни странно, но в каменных улях пчелы съедают за зиму кормов меньше, чем в обычных улях, содержащих помещение. Плесени на рамках образуются за зиму несравненно меньше, а самое главное, пчелы имеют возможность весной облететься значительно раньше обычного срока. Уже 12 лет я содержу пчел в каменных улях и отказываться от них не собираюсь. Далее он описывает устройства каменного улья. Я думаю, вам понятно, что он делает их из цемента, камня, щебня и заливает стенки, опалубку делает такую вот и подгоняет под размер нормальной рамки. Итак, друзья, это опыт содержания в каменных улях у него происходил и он держит уже 12 лет. Если вас заинтересовало, можете поставить как интересный на свой вкус такой каменный памятник с пчелами вылетает. Не только деревянные там строят, как декорацию на вашем участке. Итак, еще поделиться опытом, некоторые пчеловоды согласились в журнале 1957 года номер 1. Я прочитаю, это тоже очень интересные такие наблюдения за пчелами, которые повысят ваш пчеловодный уровень развития. Итак, пчеловод Антонов из города Сальцы Новгородской области, прочитав статью Генриха, помещенную в журнале «Пчеловодство» номер 55 года, решил поделиться своим опытом по вопросу отношения пчел к неплодным маткам, выведенным в своей семье. Так, при посадке роя через сходни он поймал 5 маток. Столько же открытых маточников имелось в отроившейся семье. То есть, в одной семье вышел рой, и там было 5 маточников, и из них 5 маток вышли, и они вместе с роем полетели. Надо было решить, какую же матку оставить в семье, так как все они были на вид одинаковые. Пчеловод решил дать самим пчелам возможность выбора. Вскоре они стали массами выходить из уля и облеплять клеточки с матками. Причем на одной из них пчел было больше, чем на других. То есть, хочу уточнить, что он поймал все эти 5 маток, посадил клеточки и положил их на литок. Что же дальше происходило? Как только пчеловод поставил эту клеточку под холстик, пчелы стали уходить в обратную волю. Стоило ему дать семье какую-либо из оставшихся 4 маток, как пчелы покидали улей. Наконец, они стали прививаться на карман халата, где лежала клеточка с ранее избранной маткой. Пчеловод был уверен, что новая матка была неплодной, так как плодную матку он уничтожил. А через несколько дней наблюдал вылет молодой матки на брачную проигру. Впоследствии эта семья проявила себя на пасеке как самая продуктивная. Итак, друзья, это уже второй случай, я зачитываю, я уже зачитывал подобные случаи. Это весьма, весьма и очень интересно, надо взять во внимание и отметить, что некоторые пчеловоды, как матководы и другие, если вы покупаете матку, то вы покупаете матку. Она весьма хорошего качества, она сеет, но если эта матка нелюбимая пчелами, потому что она может быть нелюбимая пчелами, то жизни не будет в вашей пчелиной семье. Это равносильно как, если вас не любят или вы кого-то не любите. Эта семья обязательно распадется. Если эта матка любимая, и вот таким образом можно узнать, что эта матка любимая, то вы будете иметь успех, друзья. И у вас будет семья настолько сильная и настолько качественная, но крепкая, что ее трудно будет развалить. Я в свое время сделал одному человеку семью на такую хорошую матку. Она была весьма и весьма хорошая. Этот человек был, начинающий пчеловод, он за ними не смотрел. Эта семья стала уже, знаете, чахнуть. Но пчелы ее весьма и весьма любили. Они даже заложили маточники, но не хотели эту матку убивать, как говорится. Настолько они ее любили. Потому что она была очень хорошей, по-видимому, или запах издавала, или еще что. Но по каким-то признакам они очень тщательно любят такие матки. И они знают, как выбрать. Пчеловод не знает, как выбрать. Поэтому матководы берут всех маток, которые вывелися в клеточку и продают. Да, они хорошие, но бывает, что нелюбимые. Вот в чем вся проблема, друзья. А это проблема в любви всех животных и птиц, и людей. Пчеловод-любитель Амарова в своем письме сообщает в случае повторного спаривания. Плодные матки. Не знаю, некоторые пчеловоды пишут, что матки могут спариваться повторно. Это тоже весьма интересный, так сказать, вывод дают некоторые пчеловоды. Но мы возьмем вам внимание и будем наблюдать. Возможно, что это пригодится вам в дальнейшем при развитии вашего любительского пчеловодства или бизнеса. Вы просто, имея такой опыт и такое знание, сможете ориентироваться, что делать в том или ином случае, когда будете осматривать свои семьи. Трехлетнюю матку, начавшую класть на трутневых яиц, пчеловод решил заменить на молодую, поставив в семью зрелый маточник. Старую маточник он не убил, а просто выбросил из улья. При осмотре на следующий день обнаружилось, что маточник сгрызен, а по соту ходит старая матка. Был замечен и участок засеем, который, как впоследствии оказалось, содержал пчелиные яйца. Обратите внимание, что даже если бы матка вышла, то она не имела бы возможности сеять. Из всего вышесказанного Амару делают вывод, что матка вылетала на повторное спаривание. Случай этот интересен, однако требует дальнейшей проверки и более точного доказательства. Наличие пчелиного расплода можно объяснить залетом в семью только что спарившейся матки с другого улья. Такие случаи в практике наблюдались неоднократно. Поэтому это, как говорится, очень трудно проверить, но можно проверять. О повторном спаривании трехлетней матки была заметка Клопкова в журнале «Пчеловодство номер 1» 56-го года. Досадно, что в ней упущены немаловажные подробности. Неизвестно, был ли расплод данной семьи в день осмотра и каких возрастов. По каким признакам товарищ Клопков установил, что это старая трехлетняя, а не молодая, только оплодотворившаяся матка? Такие вопросы интересуют и других пчеловодов. Надо сказать, что ряд авторов, занимающих изучением строения и функций половой системы маток, отмечают, что у маток, в частности в их половых органах, после спаривания происходят такие глубокие изменения, которые исключают возможность их повторного спаривания. Поэтому это вопросы спорные. И, друзья, одни говорят одно, другие говорят другое. Ну, возьмите на заметку, все-таки возникает ситуация, значит что-то есть. Сотрудники Лещевой Ситкино-Рловской опытной станции пчеловодства пишут о том, что вопреки литературным сообщениям, где указывается только на случай пения неплодных маток, они наблюдали пение и плодных маток. Семья с этими матками находилась в райовом состоянии. И пение плодных маток указывает пчеловодам. Указанные пчеловоды объяснили как призыв к влитурое. То есть, друзья, если кто-то не знает из начинающих пчеловодов, что когда выходит первая матка, она начинает так петь, если так можно выразиться, она так поет. Ка-ка-ка, 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 ка-ка-ка. Это даже слышно, если вы будете работать рядом с этим уликом, оно прям так наружу слышно. А если вы вообще откроете, то слышно эту матку, что она так поет. И когда начинаешь осматривать эту семью, то, приподнимая рамку, находишь эту матку, которая бегает по соту. И она наклоняет голову к соту. И, по-видимому, вот эта трубочка соты, она создает такую возможность, что как труба получается. И звук она всегда наклоняет, припоседает, как бы вот так. И ка-ка-ка, ка-ка-ка, потом опять лезет дальше. И опять ка-ка-ка, ка-ка-ка. И это дает опасность всем остальным маткам, которые запечатаны, чтобы они не вылазили преждевременно, потому что она уже имеет большую свободу действия и может уничтожить их. И поэтому, если матки живые, они стараются текать или подальше, или разлазиться по улью. Или они встречаются, и с ними происходит борьба. Кто из них... Ну, обычно, перед ранением пчелы не дают им встретиться. И как я уже перед этим зачитывал, они вылетают 5, 6, 7, 8 маток, и они все вылетают. Итак, друзья, это тоже весьма интересно, что пчелы матки поют, и пчеловоды этого, если не знают, то они должны знать. Потому что, если начинают петь матки, то семья или отраилась, вышла уже матка следующего, ну, молодая, которая может повторно отраиться, то в таких случаях, если матка поет, вам обязательно нужно пересмотреть все рамочки и убрать маточники, и убрать маток, которых вы заметите еще повторных. Вот. Чтобы в семье осталась одна матка, как правило, и тогда семья не пойдет повторно на роение. А если матка кекекекает, то значит, или поет, как говорится, то она может пойти на роение, и вы можете потерять, так сказать, семья у вас израится. Что еще? Прочитаем дальше. Что тут говорят нам еще? Миндер пишет. Пчеловод из Еревища, Заболотского района, Волынской области. Рассказывает об интересном случае, прошедшем у него на пасеке. А спустившая рой, семья осталась с молодой неплодной маткой. По истечению срока, необходимого для оплодотворения, пчеловод осмотрел в семье и убедился, что матки в ней нет. Ну, такое бывает. Зачастую. Зачастую семья даже, мустотрутовить. Заглянув под улью, он увидел там клуб пчел весом около двух килограмм. Матка находилась в этом клубе и откладывала яйца в отстроенные пчелами соты. Пчеловод предполагает, что матка не смогла по каким-то причинам войти в леток, а попала под улье, где и обнаружили ее пчелы. Итак, друзья, вот такие вот информации для вас. И сегодня я сообщил, если вам интересно было и вы получили, ну, так сказать, полезную информацию, ставьте лайки, подписывайтесь, а я буду стараться вам еще подбирать интересные и нужные знания для ведения вашего любительского пчеловодства или даже для вашего бизнесного. То есть, если вы имеете бизнес, и стараетесь на этом развернуться. Удачи вам! Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok